Итак, мы с вами идем дальше. Следующая наша задача – это научиться записывать скайп-разговор в отдельный аудиофайл. Это может быть полезно во многих ситуациях. Например, вы пишете интервью с каким-то экспертом, или вы купили какой-нибудь консалтинг или коучинг, и вас эксперт, наоборот, тренирует, и вы хотите записать ваш разговор для последующего прослушивания. Поэтому вам нужно уметь это делать, и сейчас мы рассмотрим несколько вариантов. Первый из них – когда вам нужно получить максимальное качество. В этом случае вы договариваетесь с партнером, с которым будете писать, о том, что каждый из вас пишет аудио на своей стороне в свой отдельный файл. Это можно сделать через любую бесплатную программу для аудиозаписи. Например, программа «Аудасити». То есть вы ее скачиваете с официального сайта, устанавливаете, запускаете, и перед вами вот такая картина. Когда начинаете интервью, нажимаете «Запись здесь», говорите собеседнику, чтобы он нажал «Запись у себя». И таким образом вы, общаясь по скайпу, каждый пишете себя в отдельный файл. После того, как общение закончено, нажимаете «Стоп», просите собеседника прислать вам свой вариант, свою дорожку, и, по сути, просто перетаскиваете его дорожку сюда ниже. И вот у вас получилось итоговое интервью, по сути. Здесь удаляете ненужные части. Здесь, если вы, допустим, не сразу начали запись, удаляете у него ненужную какую-то часть. То есть вводите обе дорожки таким образом, чтобы все совпадало. То есть сначала говорит «1». То есть делаете так, чтобы получилось единое звуковое пространство, так скажем, чтобы был единый нормальный файл. И после этого выбираете файл «Экспорт» и сохраняете там, например, формат mp3. Так вот, формат mp3. У вас получится итоговое mp3-файл. Если этот вариант кажется вам сложным, если вы совсем не разбираетесь в редактировании звука, не знаете, как вот эти дорожки свести, то вам можно использовать более простой вариант. Это воспользоваться специальным плагином, который называется mp3 Skype Recorder. Вы можете его скачать, он бесплатный. Он живет по адресу voipcolorecording.com. Здесь его скачиваете, устанавливаете, и у вас появится на рабочем столе Так, вот такая иконка. То есть вот он сам установщик, вы его установите, и после этого появится такая иконка. После запуска вы увидите вот такую картину. Сейчас покажу. А сам рекордер у вас появится в трее. Так вот, вот как он выглядит. Здесь у нас в чем смысл. Вот здесь пишется, куда он будет сохранять записи. Здесь пишется, в каком режиме он работает. Изначально он стоит как автостарт. Это значит, что когда вы будете с кем-то общаться по скайпу, данная программа автоматически будет делать запись. Minimized On означает, что при старте системы, при запуске Windows, он будет автоматически сворачиваться в трей. Не будет мозолить вам глаза вот это окошко. Вот здесь в Launch Settings можно поставить, чтобы он автоматически загружался вместе с Windows. В Record Settings я ставлю обычно вот такие параметры. Sample Rate 44100, Bit Rate 96 кбит. Это оптимально по размеру-качеству, по соотношению размер-качество. И режим я ставлю Mono. Так, вот в таком формате. Теперь, если я, допустим, позвоню кому-то из своих собеседников, например, Сергею, то у нас рекордер, по идее, должен записать наш разговор. Привет, Сергей! Вот я еще раз тестирую программу MP3 Skyprecorder. Надеюсь, она замечательно запишет наш диалог, и мы сможем этот файл потом использовать, допустим, на блоге или еще где-то. Скажи на всякий случай пару слов, чтобы твой голос тоже записался. Ну что ж, я тоже сейчас подготовил подобный урок, но для тех, кто пользуется операционной системой OSN, то есть на компьютерах работает от фирмы Apple, и чтобы они тоже могли применить такую возможность, то есть записать, если им нужно, диалог между двумя людьми или между конференцией, если это давая необходимо. Ну все, отлично. На этом я заканчиваю наш звонок. Пока. Пока. Так, и у меня, по идее, сейчас должна на рабочем столе появиться запись. Да, так оно и есть. Вот мне Skyprecorder отрепортовал. У него здесь в правом нижнем углу появилось сообщение, что запись завершена. К сожалению, до вас я его дотянуть не могу. А вот смог. Вот он пишет, что запись завершена, и вот так называется файл. Вот он у меня на рабочем столе появился. То есть это такой самый простой путь записать ваш диалог именно в аудиоформате. На этом мы здесь остановимся. В следующем видео разберем, как вы можете записывать уже не просто аудиобеседу, а когда вы делаете звонок именно в формате видеозвонка. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке.